здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале перед вами сорт замечательный reflection of spring такие замечательные кочанчики зелененькие вот и на этой розеточки я хочу с вами обсудить и показать вот как поливать фиалочки много я знаю что смотрят девочки читают спрашивают интересуется вот ну как же поливать и как часто поливать вот но скажем так здесь нужно поставить правильный вопрос ну что вопрос как часто неправильный в данном случае нужно задавать вопрос как понять что фиалку нужно полить потому что температура влажность воздуха у каждого помещения в каждое время года совершенно разные если мы с вами будем методично через день через два допустим до каждый день там по чуть-чуть поливать растение вероятность того что мы его зальем очень высокая поэтому надо с вами научиться как правильно понять что фиалку нужно полить самый простой и верный способ это палец значит мы берем трогаем землю вот если она сверху достаточно влажная значит не нужно поливать если же грунт просох где-то вот приблизительно на пол сантиметра фиалочку нужно чуть-чуть полить то есть уже нужно по чуть-чуть поливать понятно да значит мы пальчиком определяем влажный верх мы не трогаем еще раз на следующий день потрогали а вверх подсох значит можно полить только чуть-чуть теперь вопрос как полить вот знаете я пробовала по разному я пробовала поливать и в поддом так пробовала поливать и ставила на фитиль фитиль убивает фиалки не ставьте на фитиль фиалки потому что он их убивает очень много таких много нюансов на фитиле поэтому проще всего из всех своих ливать по верху горшка вот по верху горшка полить по грунту но поливать нужно вот я сейчас с этой стороны вам покажу не вот сюда где листья ну желательно да не сюда а по краю горшка вот по краю земли по краю горшка по кругу если вы там где-то не до не достаете по кругу так ничего страшного но потом немножко расползется сколько поливать воды поливать воды нужно так чтобы скажем так до первой капли в поддоне вот вы поливаете увидели в поддончике при что пошла водичка все оставьте так вот у меня я взяла поддон так мы поливаем поливаем по верху горшка я сейчас покажу чем я поливаю так чем поливать поливать можно любым предметом который в принципе вам обеспечить необходимую точность точность плане того что просто вот попадать нужно на землю так желательно на листочки вот я видите как поливая просто по краю по кругу вот сюда чуть-чуть не надо лить вот сюда еще раз говорю в центр и не надо попадать почему попадать не надо чуть позже объясню давайте сейчас как я поливаю вот я поливаю еще вода не пошла все вот пошла водичка видите первая капля уже грунт просох промок больше не нужно лучше фиалку полить меньше и чаще чем много и редко это такой закон еще раз чаще по чуть-чуть правильно поливать фиалку так если сомневаетесь лучше не долить чем перелить так хорошо полили мы конечно можно и в поддон вот налить водички как многие показывают налить водички поддон и потом эту водичку пускай она выпьет потом через время водичку сливать но это если у вас есть время играться вариант конечно подходящий но еще такой момент если вы на низ накидали пенопласта то простите чем она там будет пить так поэтому еще один минус вот этого пенопласта фашка это то что если вы захотите полить в поддон она у вас просто не доберется до земли чтобы земля сама по себе просохла это так это первое такое нюанс полива в поддон второй нюанс полива в поддон каждая розетка по-разному пьет это уже уже много раз обсуждалось и говорилось что есть один сорт больше пьет воды другой меньше пьет воды если допустим розеточка цветет значит она больше будет потреблять но опять же это нужно определять пальцем потрогали влажное не надо подсохло надо так бывает еще такой момент что мы вот взяли даже по грунту видно что он просыхает если у вас уже опыт есть в этом деле вы просто глянули сухой субстрат можно полить или даже вот девчата вот поднимает но в принципе я не поднимаю у меня нет возможности каждую поднять и я даже если она чуть-чуть влажновато все равно немножко каждый раз поливаю потом почему не в поддон в поддон я заливаю я сколько раз пробовала в поддоны я заливаю мне очень сложно отрегулировать у меня они стоят мокрые мне это не нравится поэтому я уже привыкла каждую через верх по чуть-чуть прошла с рядами все вопрос закрыт как часто так мы определили что как часто вопрос неправильный так вот еще один очень важный момент это самое основное эта температура окружающего воздуха мы с вами должны быть на чайку и уже когда вот просто начинаешь на это обращать внимание это входит в привычку и в принципе потом уже на автомате корректируешь вот количество полива то есть если на улице передают похолодание все мы все равно смотрим прогноз погоды как бы и в этом нет никакой такой вот сложности отрегулировать полив по температуре если вы слышите и видите что будет похолодание на днях то лучше меньше полить фиалку чтобы она на похолодание не стояла у вас сильно мокрая или если допустим передают более теплую значит нужно поливать чаще так то сюжет тут уже как бы же идет дело опыта и в принципе еще раз такой один самый важный момент это лучше фиалку не долить чем перелить лучше по чуть-чуть понемногу даже не до той первой капли которую я вот говорила да вот но в принципе вот поливать вот так так хорошо теперь почему же нельзя попадать вот ну я в принципе когда я поливаю я попадаю на листья но это уже дело эстетики потому что после того как попадаются на листья вот остаются такие немножко разводы Ну, как бы, кому нравится, кому не нравится, кто обращает внимание, кто не обращает внимания. Я, в принципе, как-то не обращаю на это внимания. Мне, в принципе, если вот здесь немножко будет пятнышко какое-то такое, ну, ничего страшного. Если вы хотите, чтобы была ровная красивая розетка, то нужно поливать. Поливать по земле, стараться не попадать на листья. Почему еще не надо попадать в середину? Ну, как бы, здесь вот идут у нас стволик фиалки. Особенно это касается покупных, если вот фиалка выращена не вами, если вы купили. Это вот просто огромная просьба не поливать так, чтобы попадала на листья. У меня был реально случай, когда я на фиалку, которую я купила у девочки, попала на листья водой, и она у меня загнила. Хотя вода была хорошая, все хорошее, я просто как бы с этой барышней поддерживаю отношения. Она говорит, ну, как, я так никогда не поливаю, мне никогда на листья не попадают. То есть, как бы, тут тоже уже привычка самого растения. Есть растения, которые привыкли, что к нему попадает на листья вода, а другое растение вообще к этому не приспособлено и может просто загнить и так далее. Поэтому вот не надо попадать на листья, если вы сомневаетесь. В принципе, я же говорю, что многие просто даже не заморачиваются. Ну, попало, то попало. Но если вы, допустим, при поливе попали на листья водичкой, ничего страшного. Взяли там салфеточку, туалетную бумагу, то, что лучше всего впитывает влагу, промокнули и оставили. Даже если чуть влажная здесь будет, ничего страшного. Так, но, опять же таки, на вот этот центр не попадать. Это однозначно, потому что это летом не страшно. Но если вот зима, холодно или осенью идет похолодание, если вот здесь вот будет вода, немного застоится, ну, может, опять же, загнить. То есть, лучше перестраховаться, полить по краю горшочка, по чуть-чуть. Мы должны с вами понимать, что жарче поливаем чаще, холодно похолодание, значит, поливаем реже. Какой температурой вода должна быть? Тоже немаловажный момент. Вода должна быть теплая. Ну, не в плане там, да, теплая 40 градусов. Нет, ни в коем случае. Вода должна быть теплая, чтобы руки не было холодно. Вот многие поливают отстойной водой. Я не поливаю отстоявшейся, потому что у нас вот в том районе, где я живу, достаточно мягкая, хорошая вода. И, в принципе, абсолютно нормально набрала, и через 5 минут я уже бегу поливать. Вот, поэтому температура воды я добавляю всегда чуть-чуть теплую. Вот если вы отстаиваете воду, значит, особенно если это зима, вот говорят, нужна комнатная температура. Нет, нужно, чтобы температура была теплее комнатной. Нужно положить руку, и чтобы руке не было холодно. Ну, как бы вот, ну, 20-25, вот так вот водичка должна быть. Это хорошая, определённо нормальная вода, как бы не горячая, не тёплая. Вот если пару раз попробовать, измерить, то уже потом можно рукой. Уже определяешь, не холодная, нельзя, чтобы поливать водой, которая просто вот, вы взяли, опустили руку, и вам холодно, да, вот рука остынет. Это неправильно. Можно тоже загубить корневую систему. Так, в следующем ролике расскажу, как поливать детки. В принципе, принцип тот же, ну, кому будет интересно, можете посмотреть. Спасибо за просмотр, удачного вам дня!